Друзья, ответ министра финансов в этом видео меня просто поразил. Человек не понимает, что происходит вокруг. Он находится где-то в околоземной орбите и не может спуститься на грешную землю. Он не знает, что такое инфляция, что такое рост цен, что благосостояние людей падает. Он убежден, что мы все богатеем, что мы живем все лучше и лучше день ото дня. Это, кстати, тот самый министр, который в 2018 году обещал нашим пенсионерам путешествия, заботу о детях и внуках, помощь материальную на тысячу рублей. В ответе на вопросы Андрея Кузнецова из «Справедливой России» он также упоминает об этой тысяче и еще о некоторых вопросах. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, с представителями старшего поколения, особенно потому, что по телевизору такое никогда не покажете. Уважаемый Антон Германович, в макроэкономическом анализе правительства по исполнению 2020 года есть такой вывод о том, что на снижение ВВП ключевое влияние оказалось снижение покупательской способности, снижение расходов домовых хозяйств более 8%. В то же время, мы видим, президент называет низкие доходы граждан главным врагом развития России. В проекте бюджета на 2022 год закладывается рост минимальной заработной платы, тот, который не покрывает даже инфляции. А мы говорим с вами о реальных доходах. Реальные пенсии в реальном выражении снижаются в этом году впервые. Так вот вопрос. Вот тем проектам бюджета, которые мы сегодня рассматриваем, как решается вопрос борьбы с главным врагом развития России? И почему вот эти меры, которые сегодня перечисляются, они, в общем-то, носят характер, ну, едва поспевания за инфляцией? Ваше мнение на этот счет? Уважаемый Андрей Анатольевич, уважаемые депутаты, про покупательскую способность. Вы знаете, мы видим данные контрольно-кассовой техники и видим, что в целом покупательная способность растет. Но растет двузначными цифрами, значительно выше, чем было даже в наших прогнозах. Растет и зарплата реальная, растут и социальные выплаты. Мы для пенсионеров в этом году дополнительно разово помогли разовыми выплатами. Тем самым снивелировали тот рост цен, который оказался выше, чем мы прогнозировали. По пенсиям тоже мы в следующем году закладываем увеличение пенсии на тысячу рублей. Значит, это примерно 5,9% плюс к уровню пенсии текущего года. Поэтому в целом, в целом и прогноз по заработным платам, прогноз по пенсиям выше, чем уровень инфляции. Что касается поддержки гражданам, поддержка сконцентрирована наиболее нуждающихся. Нуждающиеся наиболее – это семьи с детьми. И мы говорили с вами о том, что правительство по поручению президента готовит сейчас целостную систему поддержки таких семей. Мы ее выстроим в течение ближайших лет. До 2024 года она должна заработать. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!